Ну, относительно гибели или процветания России, я думаю, что очень многое... Вот в нашей стране так уж исторически сложилось, что наше процветание, либо там какой-то временные спады там или загнивание, да, оно связано, во-первых, с личностью, именно с личностью лидера, потому что у нас, как только приходят слабые руководители страны, какой-нибудь такой вот, либо начинает алкоголик управлять, либо просто какой-то такой, да, вот, бесхребетный, да, у нас все начинает рушиться, и мы теряем территории, мы теряем ту же самую национальную идею, да, то есть мы перестаем себя самосознавать. Начинается просто разлад в мозгах и как следствие во всем остальном, и в экономике, и в социальной сфере, просто везде. Поэтому очень многое будет зависеть от того, кто будет управлять государством, безусловно. И, конечно, никакой демократии по европейскому образцу или по американскому у нас быть не может, потому что с нашим менталитетом все-таки надо не забывать, что мы евроазиаты, да, и у нас, в отличие, там, например, от европейцев, у нас развито оба полушария, да, которые на самом деле нам, понимаете, если европейцу можно что-то рассказать языком лебницы, и он это поймет, то нам нужно об этом рассказать, еще станцевать, спеть и сплясать. Вот у нас так, мы эмоционально понимаем многие вещи, понимаем эмоционально, да, и поэтому какой будет лидер, это, ну, самое главное, чтобы он был сильным. Только при сильном лидере мы можем как-то побеждать, да, и плюс ко всему я хотел бы сказать такой еще момент, что, конечно, если основой нашей экономики будет нефть и газ, то никакого процветающего будущего у нас нет. То есть, если только оно может начаться в том случае, если мы опять поднимем свою промышленность, сельское хозяйство и будем внедрять инновации. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова